всем доброго дня дорогие мои ну вот я с центра приехали я зря время не терял я вам одновременно показал где отели и старые здания которые находятся центре можно сказать даже анкары который конечно требует реставрации ремонта но по хорошему конечно они давно подлежат сносу сносу но я уже сказал здесь право собственности она свята даже если этих хозяев уже давно нет на свете возможно они когда-то выехали в старых страны европы и там уже как говорится и уже все их не стало дети внуки родились там германии возможно они даже не знают о существовании у их предков короче говоря вот таких домов стоят который да и извините это золотое место короче вот это место где я вам показывал вот это дома да это золотое место можно сказать это центр там можно построить хорошие высотки отели например да хотя там отелей полно но все равно здесь я же говорю вот это право собственности свято поэтому они стоят это не только здесь я вам уже рассказывал анталии то же самое даже калейчи я вот историческим местам проходил когда я ходил консульство российской федерации когда там справка надо то надо сам понимаете постоянно надо было ходить консульство российской федерации она находится именно там где вот калейчи в район старого старого города и вот мне приходилось обратно вот именно через старый город я вам снимать снимал вот эти старые дома и вот некоторых тоже вообще крыш нет ничего нет сразу видно этим кирпичным строением это лет сто двести а то и больше да прямо на берегу прямо недалеко от моря короче да и они стоят они стоят разрушены все невосстановленные ничего я просто мне было интересно я говорю на это жизнь исторические места можно было бы реставрировать это все до превратить это хотя бы чайный дом и кстати там есть такие дома которые превращены чайные домики там, гостевые домики, да, а есть, которые разрушены полностью, стоят вообще, крыш нет, ничего нет там, ну, обыкновенный, короче, да, сломанный дом. А говорят, хозяев нету, хозяева, мне надо решать этот вопрос, хозяев уже давно нету, хозяева, может, выехали давно первыми мигрантами, которые в Германию, в Европу езжали, да, и вот они золотые, золотой вот фонд, можно сказать, земельный, да, вот это, но мне кажется, что надо бы, думаю, вот в законодательстве ввести какие-то изменения, вот, конечно, объявить какой-то там розыск этих родственников, да, я не знаю, куда, по всей Европе, что ли, получается, да, вот, но, тем не менее, да, и они стоят, как собака на сене, можно сказать, да, и разрушено, и ничего не построено, и все вот это, а хозяев нет, да, и частная собственность, попробуй его трогать, вот, как бы то ни говорили, я же говорю, Турции, вот это свято, частная собственность свято, даже хоть сто лет пройдет, она будет стоять, пока не найдут хозяев, этой земли, этого дома, вот, и никто не посмеет это снести, короче, там, что-то там построить, или что-то, и вот, я вам показывал, именно такие места, я буду стараться вам, я еще хочу вам показать, потом, как-то у меня будет время, еврейский квартал, который тоже заброшенный, в Анкаре стоит, еврейский квартал, когда-то там жили евреи, двухэтажные, трехэтажные дома, шикарные, они заброшены, стоят, это тоже центр Анкары, кстати, вот, есть несколько роликов, от блогеров, которые снимали, именно еврейский квартал, там никого нет, там никто не живет, когда-то там жили евреи, а потом они репатриировались, на свою историческую родину, вот, когда-то, когда, отовсюду, когда Израил собирал своих граждан, и они тоже уезжали, но это, вообще, такое место, где все есть, все есть, но тоже, хозяева Израиля, давно уже, а дома стоят, и никто не посмеет это, дома снести, или что-то делать, не, не, абсолютно нет, здесь не важно, кто этот человек, какой национальность, какой религии, этот человек жил здесь, это имел свою собственность, значит, она свята, его никто не смеет, даже, трогать, вот, за это я, вот, я хочу сказать, что, вот, именно, вот, такое, вот, это отношение к делу, да, к людям, к людям, да, к их собственности, это, честно говоря, делает много-много плюсов Турции, такого, конечно, у нас нет, у нас давно бы нафиг снесли бы, йорке, у нас даже с людьми вместе сносят, у нас с людьми вместе могут дома продать, понимаете, вот, так что здесь отношение к собственности очень такое бережливое и святое, я сразу хочу сказать, железное, никто не даст мне соврать, это так и есть, вот, я вам еще показал улицу отелей, короче говоря, где есть вот куча отелей, когда все, кстати, я вам рассказывал, что я когда два года назад переехал, мне никто и не показывал, мне даже, у своих земляков даже, можно сказать, спрашивали, никто даже не говорил, хотя здесь жили давно, сейчас никто никому ничего не показывал, это я вот, со скольким людям уже эти отели рекомендовал, они останавливались, с Азербайджана, из России, из других республик, из Казахстана приезжали, да, я им всегда показывал, вот здесь отели, иди ты выбирайте, вот, поэтому, говорит о том, что здесь с отелями трудно, нет, здесь очень хорошо, на любой вкус, на любой кошелек, вот так, теперь, у меня вот, сегодня отправили ролик, блогеров из России, да, но я не буду называть, блог, ну, такой успешный блог, такой, у них тоже семейный блог, там, у них даже, по-моему, дочки, у зятей, у них тоже несколько каналов, вот, они вот, показали, Краснодаре, крестьянский, короче, ярмарку, да, ярмарку, вот, у нас же ярмарки делают же, вот, крестьянские ярмарки, кстати, в Томске делали, я не знаю, что делать, нет, и там показывают, короче, вот, они берут на руки, вот, эту икру, вот, такую же, как я делаю, лососьевую, 200-граммовую, пластиковую, такой, коробочкой такой, ну, естественно, сами сделали, короче, ну, крестьянский такой, фермерский, можно сказать, и 200-граммов, она прямо озвучивает, что скрывать-то, я же ничего плохого про них не рассказываю, это канал называется Мама Отличника, да, Мама Отличника называется, кстати, Михалыч там есть, вот, супруг, мне импонирует, кстати, хорошие такие люди, но они, честно сказать, вот, у них блогерская семья, можно сказать, и вот они показывают, вот, это, вот, икру, 200-граммов, 2200 рублей, 200-граммов икры, вот, этой, я, вот, просто, для интереса была, в одном килограмме, для этого не надо быть, математиком, в одном килограмме, пять таких коробочек, да, один килограмм, получается, один килограмм, 11000 рублей, 11000 рублей, Карл, вот, представляете, вот, это в лире перевести, по нынешнему курсу на рубли, 275-276, это будет, где-то 4000 лир, килограмм, я вот сижу, думаю, мне, наверное, это кажется, что я иду, покупаю, вот так, по 200, по 100 лир, вот, вчера, вот, купил, за 100 лир, вот, иногда беру, самый дорогой, там, иногда беру, вот, у меня, так, без торга, например, 200 лир килограмм, но давайте возьмем, 100 лир, сколько, 100 лир, это 275 рублей, 275 рублей, да, или сколько, ну, да, 100 лир, 275 лир, вот, вот, представьте, 1 килограмм, то есть, здесь, я, короче говоря, ну, извините, если бы по тем деньгам, 4000 лир, да, килограмм, ой, мама родная, сколько я могу этой икры-то купить, 40 килограммов по 100, или 20 килограммов могу купить этой икры по 200 лир, вы понимаете, да, вот, представьте, да, вот, это нечто просто, так что, жаловаться грех, жаловаться грех, кстати, я сегодня тоже проходил, сейчас этот рыжий, мне опять же, это рыбаки, рыбники стоят, опять кричат мне, как увидели, блин, а я через них же все равно, к маршрутке бегу, я говорю, икра есть, икра есть, хавьер вар, хавьер вар, давайте, идите, не надо, я говорю, дешевле, чем вчера дадим, я говорю, даже даром не надо, я говорю, не лезет уже, у меня, я говорю, три банки стоят, по одному килограмму, три килограмма, вот, я две уже, наверное, уже столько стоите, я, наверное, их выкину куда-то, вот, вот, многие спрашивают, а нас угостите? Нет, тоже, дорогие мои, вином угостил в Анталии, еще с собой дал, дома у меня выпил хорошо, отлично говорит, кстати, у меня с Баку, вот, товарищ пил, вот, отлично, кстати, Баку люди, ценители вот этого, да, ему очень понравилось, второй, у меня дома пил, нормально, я ему еще бутылку дал, с собой, ну, думаю, у меня отец такой был, отец у меня чачу делал, отец у меня вино делал, коньяки делал домашние, да, ой, опять прыжок, вот, идем садись со мной рядом, не хочет, в общем, и с собой тоже давал, у отца такая привычка была, я вам расскажу, как, я когда со своим товарищем приходил, отец обязательно, в первую очередь, он любил хвастаться вот этим, своим вот этим искусством, самогоноварение, вот, и он, короче, берет его, с собой, это у моего товарища, пока я там помогаю ему готовить, вот, он его ведет, свой этот, где, у него стоят бутыли, вот этими, самогоном, коньяком, вот это делал еще, дубовой корой, как-то там делал, коньяки, маньяки, и он, короче, ему нальет, а у него там же и закуска была, у него там же закуска, все есть, нальет ему, короче, раз, выпьет, он любил вот так зажигать, чтобы огонь горел, прямо душ, как он выдерживал, ну, хотя он здоровый мужик был, ему пофигу было, конечно, я-то два раза меньше его, и чисто так разобраться, он здоровый, так великан был, и вот, он выпьет, короче, тот, если, хороший, все, он его угостит, накормит, напоит, еще с собой литра три подарок, но если тот скажет, что это не так, ты сам такой, у него, потом, но редко было такое, кто говорил плохо, потому что очень хорошо делал, и вот я этому товарищу тоже с собой дал, он через день мне звонит, тоже в Турции, а вот я угостил одного товарища моего, чуть не отравился твоим вином, мне так плохо стало, я думаю, елки-палки, еще, блин, пойдет, скажет нафиг, что я, он мне вином угостил, я отравился, и все, блин, знаете, сейчас время какое, повод найти лишь бы, поэтому думаю, этой икрой кого-то и угостил, сейчас у людей лишь бы выбивать деньги, как вот эта женщина в Стамбуле, да, короче, 10 тысяч долларов, да, вот за то, что фотографировал, вот это, сейчас повод ищут, понимаете, поэтому сейчас кого-то домой пригласит, кому-то домой идти, кого-то чем-то угостит, это вообще, сейчас времена собачьи, волчьи, собаки у меня мудрые, волчьи, хотя волки и то мудрее, мы какие-то сучьи, какие-то пошли времена, сейчас я же опасно кого-то угостить, так вот, я говорю, пару ванных, наверное, выкину, вот, хотя, срок годности у них вечная, можно сказать, да, в этом месте два стоят, вот, я по свежаку все время, и вот я что хочу сказать, здесь это дешево, два двести за двести грамм, это, это вообще нечто, вот, сижу, думаю, блин, если бы эту икру, был бы самолет у меня, например, какой-то, да, отвозить бы туда, я бы, наверное, миллионером стал бы, но у меня бы не покупали бы, вот, что самое интересное, у меня бы не покупали бы, у меня бы сказали бы, откуда это, где сертификат, где то, как у того, сметана, короче, которая взяла, ложка стоит сметана, творог взяла, сметана взяла, после того, как все взяла себе, чтобы деньги не отдать, а где сертификат, а где ваши лицезда, а вы имеете право продавать это, понимаете, наша же девочка, вот, ну, я говорю, да лишь бы забери нафиг, елки-палки, думай, лишь бы, вот так же и жизнь, понимаешь, сейчас, я же говорю, у нас, у Туркменицы такая поговорка, то есть, купи свою жизнь у негодяя, лишь бы, чтобы, ну, его нафиг отстал от тебя, понимаете, так что, угощать я никого не собираюсь, и не буду, нафиг это надо, я не удивлюсь, если дома у меня, пожрет хорошо, нормально, наярит, наестся, напьется, там мой предатель, а ты знаешь, что-то у меня желудком, что-то не то, что-то у меня это, ты меня так, люди такие, гнилье, понимаете, гнилье, блин, вот как вот это, я вам выставил же вот это, про женщину, которая купила топор, и все стали добрые вокруг, да, вот сейчас топором надо ходить, вот с топором надо сейчас ходить, и иногда топор вот так делают, и на него посмотрят, и так я вас слушаю, сразу все миленькие будут, сразу все добренькие, как у той женщины, вот в рассказе, да, это действительно из жизни, сразу и дорогу уступят, сразу никто, и сосед будет по-доброму разговаривать, а ты просто топором вот так на него, вот так вот, и поглаживать топор, братика своего, понимаете, время сейчас такое стало, поэтому угощать сейчас кого-то опасно, очень опасно, да, продают, вот продавали, даже до недавнего, видимо, тоже, наверное, попали в какой-то, в Анкаре, две наши соотечественницы, вот, продавали вот эту икру, теперь тишина, в фейсбуке я смотрю, тишина, уже давно, уже месяц, три-четыре их объявлений нету, они брали, наверняка попали какой-то такой, понимаете, наверняка попали, какой-то кипиш, так что, если о себе думать здесь, своей головой работать, жить можно вот так вот, понимаете, не как за 2 200, конечно, да нафиг эта икра золотая что ли, нафиг, за 200 грамм икру отдавать 2 200, вот, а здесь у меня получается килограмм 11 тысяч рублей, это если перевести на лиры 4 тысячи лир, я же говорю, если даже я не торгуясь, возьму по 200 или 20 килограммов, а если чуть-чуть торговаться, 40 килограммов, представляете, 40 килограммов икры, это получается по 11 тысяч, почти полмиллиона, вот, представляете, полмиллиона можно делать, из 4 тысяч лир, можно делать полмиллиона, вот, пожалуйста, здесь можно жить, здесь можно жить, нормально, и дешево можно жить, намного дешево можно жить, чем другие страны даже, но знать надо места, знать надо места, вот, вот такие вот дела, ребята, всех вам благ, хорошего настроения вам, хорошего воскресенья, пока, Спасибо.